С целью пропаганды здорового образа жизни и дальнейшего развития массового спорта Министерство внутренних дел совместно с Министерством высшего и среднего специального образования под огибой профессиональной футбольной лиги провели республиканский этап турнира по мини-футболу среди студентов. В соревнованиях приняли участие 116 команд. Также среди сотрудников МВД и членов их семей прошел марафон за здоровое поколение. Напомним, в региональных этапах соревнований приняли участие 116 команд высших учебных заведений Узбекистана. И только сильнейшие смогли пробиться в финал. 16 команд, сумевших преодолеть своих соперников, накануне боролись за звание лучшего. Финальные поединки состоялись на стадионе Буньоткор. В матче за третье место противостояли команды Самаркандского государственного университета Самду и Гулистанского государственного университета Гульду. Поединок завершился уверенной победой самаркандцев со счетом 2-0. Ну а решающий матч прошел между представителями Антижанского государственного университета и Номанганского государственного университета. Обе команды продемонстрировали усердную подготовку и стремление к победе. В итоге с перевесом 2 гола с отсчетом 3-1 сумела взять вверх команда «Андижана» и стать обладателем главного приза. Наша основная цель – повысить любовь населения к футболу. То, что в соревновании приняли участие команды 116 высших учебных заведений и 161, говорит о многом. В следующем году мы хотим довести этот показатель до 100%. Все работали сплоченно. Это Министерство внутренних дел, профессиональная лига Узбекистана, Министерство высшего и среднеспециального образования. Нам нужно продолжать в том же русле. На церемонии награждения отмечены проводимые по инициативе президента работы, направленные на широкое привлечение молодежи к спорту, пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта по всей стране. Ну а проведение подобных соревнований отмечалось. Наряду с вышеназванными целями способствуют также воспитанию молодежи в духе уважения и верности Родине. Победители турнира, обладатели первого, второго и третьего мест, награждены дипломами и памятными подарками. Не оставили без внимания и тех, кто отличился высокой активностью и стремлением к победе. Так, по итогам соревнований награждены участники в номинациях «Самый лучший игрок», «Самый лучший нападающий», а также «Самый лучший голкипер». В целях широкой пропаганды здорового образа жизни по инициативе Министерства внутренних дел в сотрудничестве с Федерацией триатлона Узбекистана организован марафон на три километра под девизом «Солома Влад Учен». В нём приняли участие сотрудники структурных подразделений МВД и ГУВД города Ташкента. К марафону присоединились также члены семей сотрудников органов внутренних дел. Всего зарегистрировано свыше 1700 участников. Выступившие на церемонии открытия отметили уделяемое в последние годы внимание спорту. И важный приоритет также отдаётся продвижению здорового образа жизни и физической культуры в системе МВД. Главная цель проведения этих соревнований – пропаганда одного из важных для здоровья видов спорта. Бега среди сотрудников органов внутренних дел, их семьи, населения, воспитать здоровую молодёжь. Победители награждены также по номинациям в соответствующих возрастных категориях. Отмечу, что участникам были розданы специальные чипы, позволяющие отслеживать траекторию забега. То есть всё было справедливо и прозрачно. Траектория забега прилегала через центральную улицу столицы. Согласно результатам, среди женщин первое место заняла курсант Академии МВД. Среди мужчин первым к финишу прибежал сотрудник командования караульными войсками. Усилия победителей отмечены достойно. Им вручены дипломы и ценные подарки. Ну а концертная программа мероприятия придала особую атмосферу событию. Проведение подобных спортивных соревнований в системе Министерства внутренних дел будет осуществляться на регулярной основе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...